Скажем, слава нашему Господу! Мне сегодня хотелось бы читать Евангелие от Марка с 10 главы, 17 стиха, написано так. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благем, никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ, Учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуясь за мной, взяв крест. Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснувшись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюдам пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто может спастись. Иисус, возрев на них, говорит, людям невозможно, это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Вот это место священного Писания и проповедь я свою назвал «Я сам». И вот эти слова я сам обычно у меня звучали часто в детстве, в подростковом возрасте. Особенно тогда, когда какой-то взрослый даст мне ответственное задание. Например, я вспоминаю детство, ходил я на радиокружок, и вот мне мой руководитель кружка давал платы электронные, и с этого платы надо было какие-то запчасти выпаивать. И были такие ответственные моменты, когда надо было выпаивать, были такие полевые транзисторы, такие называются. Раньше это был дефицитный материал, и он говорит мне всегда «аккуратно». и паяльник был, не знаю, жало, как мой мизинец толстый, а у этого транзистора ножки такие тоненькие были. И вот он видит, что у меня не получается, он говорит «давай помогу». Я ему говорил «что?» «Я сам». Заканчивалось тем, что отпаивалась ножка не там, где к плате крепилась, а от полевого транзистора. Я на него смотрел, он такой, раз головой покачает, ничего не скажет. И вот подошел юноша к Иисусу и говорит «что мне делать?» «Что мне делать?» И Иисус сказал ему «что делать?» И он голову обреченную наклонил и отошел. Вы знаете, я беседовал в свое время с одним человеком, он когда пришел к Богу уже, у этого человека было хорошее образование, звали его Валера, фамилия Паламошнов, может кто-то его знает. Мы вместе с ним, судьба нас свела, мы здесь на доме молитвы жили с ним два года. И вы знаете, он мне как-то открыл свое сердце, и мы с ним беседовали. И он мне рассказывал жизнь свою после того, как устроился на СИП-кабель. На СИП-кабель, и ему начальник отдела кадров спросил «а что ты к нам пришел на работу?» Потому что посмотрел у него трудовую книжку, а там у него написана должность, главный механик, инженер какой-то там, ну такие должностя, которые... И он устраивается слесарем-ремонтником по пятому разряду. И он его спрашивает такой, как бы, ну вопрос, «а что ты к мне пришел? Тебе надо инженером работать?» И после того он мне, как бы, мы с ним беседовали, он открыл свою судьбу, и он говорит «Дима, у меня были такие должности высокооплачиваемые». Была квартира хорошая, там, трехкомнатная или четырехкомнатная, я сейчас не помню. Была семья. И из-за греха, из-за греха, получается, он говорит, я все потерял. И судьба так свела, что я приехал в Томск. Он говорит, я был уже бомжом, спивался. И в один прекрасный момент, в один прекрасный момент я отдал себе, как бы, такое, что я решил выбраться вот с этой ямой, с этой ямой. Я говорю, что ты сделал? И он говорит, я написал список. Я написал список, что мне поможет выбраться вот с этой ямой. Я говорю, ты можешь озвучить этот список? Он говорит, могу. И он начал мне перечислять, что может ему помочь. Образование. Он написал образование. Образование у него было. Квалификацию он написал тоже. Хорошая работа. И писал список. Друзья. Я говорю, и что тебе помогло? Он говорит, вот веришь, нет. Он говорит, с этого списка мне ничего не помогло. Он говорит, и на последнем месте, на восьмом или на девятом в этом списке я поставил Бога. Я говорю, откуда знаешь о Боге? Он говорит, я с Петром или иным заканчивал училище, мореходное или там какое-то. И он часто нам свидетельствовал о Боге, когда мы где-то что-то не то сделаем, говорит. Он часто нам свидетельствовал. И говорит, с юношеских лет я о Боге знал. И когда пришел такой момент в жизни, в жизни, когда надо было выкарабкаться с этой ямы, он говорит, я решил. Он говорит, я сам. Он говорит, я выкарабкаюсь. И когда уже все, уже и сил нету, и последнее все остается. И друзья, говорит, все друзья от меня отвернулись, отказались. Представь, говорит, мое состояние. Ни дома, ни денег, ни друзей, все, говорит. И я смотрю список, и что мне, говорит, делать? И я, говорит, я вспомнил об Ильине, говорит, нашел эту церковь, где он, и я пришел к Богу. И только Бог мне помог выкарабкаться с этой ямы. Вы знаете, часто смотришь на молодых людей, и когда дашь им задание, особенно вот я смотрю на своего сына, дашь ему задание, и смотришь, у него где-то не получается, и давай помогу. И слышишь вот в ответ, я сам. И понимаешь, что он где-то делает ошибку, и думаешь, ну а что сделать? В жизни частенько жизнь учит нас на этих ошибках. И такой же юноша подошел к Иисусу. И вы знаете, жизнь благочестивого человека, как сегодня дети говорили, я и то делаю, я и это сохранил, и то у меня получается. Но когда встал перед Богом, и Бог ему говорит, что вот это не достает тебе. Вот это не достает тебе. И вот вы знаете, вот это я сам уже не действует. И силы человеческие в этом моменте, они бессильны. И особенно это происходит тогда, когда, как апостол Павел в послании к римлянам, в 7 главе, в последних стихах, знаете, пишет такие интересные слова, 23 стих. «Но в членах моих вижу иной закон, противободрствующий закон ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящихся в членах моих». Вы знаете, человек всегда, вот я сколько с людьми беседую, он хочет всегда стать лучше. Я сам такой же, я много раз свою жизнь начинал с понедельника, заново. Когда неделя пролетит так, что потом стыдно самому себе, знаете, в сердце смотреть, я всегда, всегда говорил, ну все, начинаю новую жизнь с понедельника. И приходил этот, знаете, смотришь в себя, видел этот закон греха, этот закон, который ведет меня в пропасть. И уже, знаете, стоял около этой пропасти, как этот Валера. Валера, и сам себя оценивал, Валера говорит о своей жизни. Я понимал, что такая же жизнь, тоже довел себя до ручки, грех, связался с грехом, грех вот так действуя в моей жизни. И каждый раз, когда он действовал грех, я всегда себе внутри говорил, ну все, начинаю свою жизнь заново с понедельника. На следующую неделю обратно, стыдно, и внутрь смотрел и говорил. А надо было не начинать свою жизнь с понедельника, когда Господь в твое сердце стучится, надо сказать. Слова покаяния. Не свои слова, что я сам. И, знаете, как этот руководитель у меня на радиокружке, я всегда отвергал его помощь. Я в жизни потом понял, какой это был мудрый человек. Он только покачает головой, как бы, осуждающие. А я всегда ему говорил, я сам. И у меня, знаете, не получалось, ломалось. Мне надо было делать, а у меня, наоборот, все рушилось. И вот Господь, подходя к каждому из нас, Он хочет так же, как с этим юношей, чтобы ты сегодня, я сегодня, не отвернулся от него, подойдя к какому-то рубежу, когда у меня ничего-то не получается, как сегодня брат Алексей сказал. А чтобы, подойдя к этому рубежу, и когда Господь тебе говорит, чтобы ты не сказал сегодня, я сам. Знаете, читая Слово Божие, послание к римлянам, 9 глава, что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам всего? Кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос, умер, но и воскрес. Он и деснует Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют. Нас всякий день считают нас за овец обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая-нибудь тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. И вы знаете, я когда читал это место Священного Писания, я подумал, единственное, что может отлучить нас от Бога, это когда Господь стучится, сказать Ему «Я сам». Написано «Ничто не может отлучить». Но только вот твое отношение к Богу, когда Бог к тебе стучится и предлагает свою помощь, протягивает свою руку, являет свою любовь. Вы знаете, просто, как этот юноша сказал, не сказал, а опустил голову, отошел. Мне сегодня хотелось бы говорить, молиться и просить Господа, знаете, приходят эти рубежи в нашу жизнь. И чтобы на этом рубеже, когда происходят внутренние какие-то оценки, когда ты смотришь в свое сердце, видишь порой то, что не надо, ну как бы, что видишь этот закон, который действует, противободствует тебе, не дает жизнь, чтобы мы к Богу, знаете, делали шаг навстречу. Понимали, что нам нужна помощь, что мы находимся в этом теле, в бренном теле, и закон этот греха, он сильнее нас. Чтобы мы не казались бы, знаете, перед Богом лучше, чем мы есть. Чтобы не хотели бы сделать себя святыми, потому что это порой невозможно. А просто, когда, приходя к Богу, когда Он что-то хочет от нас сказать «Да, Господь». Как сегодня Алексей говорил, Богу все возможно, нам порой невозможно. Чтобы мы эту помощь у Бога просили, и тогда будет победа в нашей жизни. Аминь. Будем молиться. Спасибо. Спасибо.